Начиналось все безопасно. Показатели аварийности по Мордовии снизились по количеству ДТП на 25%, по количеству наездов на пешеходов на 11% и по числу погибших на 4%. Однако в процессе обсуждения обнаружилось множество проблем. Во-первых, тяжесть аварийных последствий выросла на 33%. Во-вторых, некоторые дороги безопасными остаются лишь на бумаге. На сегодняшний день по городу Саранску имеется два объекта прошлого года, которые были в прошлом году выполнены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Нами они не были приняты и не согласованы. Это проспект Ленина и улица Фурманова. За 2023 год Мордовии в ДТП погибло 27 человек, из них семеро детей. Основная причина – выезд на полосу встречного движения. Чуть меньше наезжают на пешеходов. Как показывает статистика, чаще всего пешеходы гибнут в Ордатовском, Краснослободском, Торбеевском районах и в Саранске. Причин тому – переход в неположенном месте. Однако половина ездов происходит в темное время суток. На дорогах не хватает разметки, знаков и мало освещения. Будет проведена работа по строительству и ремонту 14 440 погонных метров линий искусственного освещения. И дополнительно будет установлено 7 900 сигнальных столбиков. В целях снижения детского травматизма в местах, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, будет выполнено обустройство 87 дорожных неровностей для принудительного снижения скорости движения автомобилей. У главы региона накопились претензии к дорожникам, и он их высказал. Сказочников здесь не будем из себя строить. Мы это тоже немножко понимаем. Сделайте четкий план и протокольно это утвердим. Не будете выполнять, будем через административную практику к вам обращаться за неисполнение. И не дай бог там кто-то погибнет на этих участках после этого протокола. Вот я просто обращаю ваше внимание, не дай бог. Тогда по-другому будем уже разговаривать. Сколько можно вас уже просить? В Саранске дополнительно будет обновлено 24 светофора, отремонтируют 78 остановок и обустроят 74 пешеходных перехода. Из них 12 к школам и детским садам. Особое внимание глава республики попросил уделить профилактическим мерам перед летними каникулами. Арина Мелешкина, Наш Новости.